Сегодня в Муромском районе прошло выездное заседание законодательного собрания Владимирской области. Председатели профильных комитетов областного парламента посетили ведущие промышленные предприятия нашего района. Возглавил рабочую группу председатель ЗАГС собрания Владимир Киселев. Подробности в сюжете. Программное управление стадом, компьютер у каждого дойного места, подстилки из натуральных материалов и автоматические шторки, защищающие коров от холодного ветра. С представителями областного парламента передовыми технологиями делились в животноводческом комплексе «Борисоглебская». Так, во время пресс-подхода автоматическое устройство упрямо подавало к столу дойного стада сбалансированную кормовую смесь. Со своей задачей робот справлялся идеально. Он по времени выставленному отходит от блока питания и сейчас он в течение 20 минут обойдет весь двор с одной стороны, перейдет на другую сторону. Он что делает? При движении он поворачивается и подталкивает корма. То есть, по сути дела, у нас здесь корма находится всегда на кормовом столе, близко к животному. Животные, они такие у нас нежные существа, они любят, чтобы у них все было взрыхлено, вкусно. И внешний вид для животных имеет значение, не только для человека. 20 тонн молока в день. Борисоглебская является одним из ведущих поставщиков молока высшего сорта во Владимирской области. В перспективе предприятие планирует стать племенным заводом по разведению крупного рогатого скота молочных пород. Сейчас мы делаем галштинское стадо. На данный момент у нас 830 примерно дойного поголовья. Всего где-то 2,5 тысячи. В рамках выездного дня Владимир Киселев отметил лучших работников производства благодарственными грамотами законодательного собрания. Среди них Александра Коровушкина. Доярка с 28-летним стажем уверена в том, что высокие показатели возможны только при точном соблюдении всей технологии подготовки коров к процессу доения. У нас три бригады. В бригаде у нас 5 человек. То есть у нас бригадир, две доярки и погонщик, который подгоняет нам коров и кормач, который лопатой силы на дворе подгребает, чтобы они наелись. Он их заставляет кушать. И потом уже следующая смена уже берет молоко. Если он плохо, например, накормит, если меньше молока будет. Призвание должно быть. Сложно. У каждой коровы есть свой характер. В декабре 2016 года был введен в эксплуатацию Чаадайский ФАП. С представителями доступной медицины на селе Владимир Киселев познакомился лично. Марина Викторовна, мы вас поздравляем с награждением благодарностью законодательного собрания. Вам спасибо большое за ваш труд, очень нужно нашим жителям. Развитие медицины в Муромском районе идет полным ходом. В Муромском районе у нас 23 ФАП. В начале 2017 года начали работать модульный ФАП в селе Чедаево. И на протяжении периода до 2022 года мы надеемся получить еще три ФАПа модульных, которые будут располагаться в селе Квардицы, в Булатниково и в Лазарево. Чедаевский ФАП рассчитан на обслуживание почти тысячи жителей района. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости Муром.